МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето, пора отпусков и новых открытий. Кто-то отправляется в поисках впечатлений за границу, даже не подозревая, что наша родная Рязанская область скрывает в себе множество сюрпризов. Сегодня мы предлагаем вам вместе с нами отправиться в Шацкий район и познакомиться с его достопримечательностями. На ваших экранах программа «О чем молчит время». Здравствуйте. Шацкий район славится не только своими лесами, великолепными пейзажами, но и огромным количеством удивительных, необычных мест, о большинстве из которых вы наверняка даже не слышали. Не просто узнать о них, но и увидеть нашей съемочной группе довелось не в самый удачный день. Проливной дождь не выпускал нас из машины, а если он и прекращался ненадолго, на нас тут же набрасывались комары. Но все это не помешало, а лишь чуть омрачило знакомство с этим сказочным краем. Действительно сказочным, но скажите, где еще вы сможете увидеть настоящую ветряную мельницу? Это только на просторах Голландии они встречаются довольно часто, а вот в современной России мельницы являются настоящей редкостью, которую можно увидеть только что в музеях-заповедниках. Однако село Пальное Конобеево встретило нас именно этой редкостью. Когда-то ветряк был неотъемлемой частью сельского пейзажа. Во всех крупных селах наряду с церковью мельница доминировала над окрестностью, так как ставилась на открытом всем ветрам месте. Когда построили Конобеевскую мельницу, Судоподлинно неизвестно, но сторожилы говорят, что работала она с середины XIX века. Ей даже посвящен целый исторический очерк некоего краеведа Потапова. Помнится, как мы дети, играя поблизости, заглядывали на мельницу? Мельник дядя Костя Бердянов, весь белый от мучной пыли, Казался нам то ли Дедом Морозом, то ли добрым колдуном из сказки. Крылья ветряка поскрипывали под напором ветра. Огромные каменные жернова медленно, с шумом и грохотом, Вращались и словно челюсти доисторического животного с хрустом перемалывали зерно. В те годы в селе работала пекарня, разместившаяся в старинном кирпичном доме, До революции, принадлежавшем священнику местной церкви. Иногда сельчане покупали хлеб не в магазине, а здесь, с пылу, с жару. Мне тоже нравилось покупать хлеб в пекарне, Только что вынутая из печи буханка обжигала руки, Клал ее в сетку-авоську, А по пути домой отламывал хрустящую корочку и клал в рот. Хлеб был вкусным, душистым, лучшего угощения, И не придумаешь. Детство пахло теплым ржаным хлебом, Испеченным из муки смолты на нашей мельнице. Узивительным образом деревянная мельница сохранилась до наших дней. Вот и первое чудо Шацкой земли. И как оказалось, не последнее. Будучи в Шацком районе, просто невозможно проехать мимо Свято-Успенского Вышинского женского монастыря. Находится он всего лишь в 25 километрах от Шацка, А первые упоминания его относятся к 1625 году. Ну что ж, я предлагаю пройти на территорию монастыря И узнать чуть больше о его истории. Нам повезло, и монастырь оказался открыт во всех смыслах Не только для паломников, но и для любопытствующих журналистов. Как нам рассказали, существовал этот монастырь и до 1625 года. Но тогда располагался он вверх по реке Выша, на ее левом берегу. На протяжении какого времени там жили монахи, неизвестно. Но в связи с некоторыми неудобствами Они решили перенести свою обитель именно сюда. Они еще заметили, что вот именно это место Какое-то необыкновенное. Вот в чем эта необыкновенность? Они заметили, что их немногочисленный скот сюда уходил, Что пчелы, которых они держали, тоже сюда улетали. И самое главное, во время ночной молитвы Старцы видели именно над этим местом необыкновенный свет. Такой неестественный свет. Поэтому вот они как бы... А то место, где они раньше жили, Оно немножко их не удовлетворяло. Чем? Тем, что усадьба располагалась на берегу реки. И как раз в этом месте был поворот реки. И во время половодия, половоды раньше были очень такие большие, Вот, река разливалась. В общем-то опасно было уже, опасность такая возникала, Что совсем размоют усадьбу. И второе неудобство состояло в том, Что там жила мордва, некрещеная, И они обижали братьев, Вот, делали набеги. Ну, в общем, как будто сопоставили все эти недостатки, И преимущества вот и того места, и этого места. Они обратились к Челобитной, к Эмекине Марфиановне. Она здесь, в наших краях, была крупной землевладелицей. И она отвела им территорию по зарубкам на деревьях. В те времена на этом месте произрастал густой лес. Монахи расчистили территорию для монастыря И начали возводить деревянные постройки. А вот церковь в честь успения Божьей Матери Была перевезена сюда на плотах с того места, Где первоначально жили монахи. Через какое-то время она сгорела И вновь отстроили церковь в 1761 году уже из камня. С тех пор она и стоит здесь, Являясь, пожалуй, самой древней постройкой монастырского комплекса. И еще одна жемчужина монастыря – Икона Казанской Вышинской Божьей Матери, Которая была пожертвована в 1827 году. Сегодня поклониться святыне едут со всего мира, Но не только икона привлекает сюда паломников. На сегодняшний день Свято-Успенский Вышинский монастырь Связывают в первую очередь с именем Феофана Затворника. Феофан Затворник. В миру Георгий Васильевич Говоров. Епископ православной Российской Церкви. Богослов. Публицист-проповедник. Прославлен в Лиге Святителей. В монастыре нам рассказали, Что святитель Феофан, Решив уйти с Владимирской кафедры, По сути, с административной должности, Которой он всегда тяготился, Отправился именно сюда, В Успенскую Вышинскую пустынь. Познакомился он с ней еще будучи епископом Тамбовским. Тогда, объезжая свои приходы, Он впервые попал сюда и полюбил это место. В письмах, когда уже здесь в затворе находился, Вспоминает так, Вы называете меня счастливым, Я чувствую себя здесь таковым. И Выше Своги не применяют ни на Санкт-Петербургскую митрополию, Ни на патриаршество, Если у нас его установят, И меня туда поставят. Выше можно применять только на Царстве Небесном. Святитель Феофан прожил в монастыре 6 лет, А после ушел в затвор. И 22 года провел в полном уединении, Молитве и богослужениях, Собственноручно устроив небольшую домовую церковь, Богоявление Господне. О своем затворе он очень с большой скромностью отзывается. Он говорит так, Развеличали меня затворником, А тут и духом затворническим не пахнет. Затворник это кто? Кто не ест, не пьет, ни с кем не разговаривает. А я вот и по балкону хожу, И с келеником, своим монахом Евлампием разговариваю. У меня не затвор, у меня запор. Я заперся для кабинетных трубов. Сегодня в том здании, Где затворился святитель Феофан, Устроен музей, Который знакомит паломников И с историей монастыря, И с жизнью Феофана Затворника. Здесь можно увидеть древние книги, Написанные его рукой иконы, И примерно представить, Как провел свои 22 года затвора святой старец. Ну вот мы покидаем радушную обитель И отправляемся дальше, К уникальной усадьбе 19 века. Уникальность ее состоит в том, Что этот огромный усадебный двухэтажный дом Полностью выстроен из дерева. И этот образец деревянного зодчества 19 века Сохранился до наших дней. Деревянный дом прячется в зарослях, Которые некогда были приусадебным парком. Сегодня эта территория является Подворьем монастыря. Но домики, в которых живут сестры, Останавливаются паломники, Находятся чуть в стороне. А здесь тишина и полное запустение. Трудно подумать, что когда-то Жизнь здесь кипела. Ведь доподлинно известно, Что усадьба эта принадлежала Известному роду Нарышкиных. Существует огромное количество легенд, Связанных с этой фамилией. Так, например, согласно одной из них, Родиной самой известной представительницы Этого рода Натальи Кирилловны Нарышкиной Является Рязанская земля. По одной из версий, Мать Петра I родилась в деревне Старое Киркино Михайловского района. Другая же связывает ее происхождение С селами Рыбновского района. Желчина и Алешний. Подобные слухи появились в 19 веке. Было ли это целенаправленным мифотворчеством Или случайностью, неизвестно. Известно лишь то, что эти красивые легенды Не имеют под собой исторической основы. Этим вопросом уже начали всерьез заниматься В конце 19 века. Члены Рязанской ученой архивной комиссии Смотрели архивные дела. И тогда уже было высказано предположение, Что основанием для легенды О рождении Натальи Кирилловны В селах Желчина и Алешни Стали имения, которые были получены ей Уже во взрослом возрасте, Когда она стала супругой Алексея Михайловича. А поскольку там еще на этих землях В селе Желчина была построена церковь, Которая явилась одним из наиболее ранних памятников Так называемого Нарышкинского барокко. И как-то вот все там вокруг Нарышкиных, Нарышкиных. И в конце концов, эти легенды, Знаете, как скелет, обросли мясом. И спустя десятилетия, После того, как впервые они были высказаны, Уже можно было читать в совершеннейших подробностях. Как там в селе Желчина родилась маленькая Наташа, Как она не любила шумные игры, А ходила все больше вокруг кладбища. В конце концов, на этом кладбище построила, значит, Вот ту самую церковь. Быкова гора. Именно такое название носит место, Где расположилась старинная деревянная усадьба, В легендах не нуждается. Она сама по себе часть подлинной истории Этого легендарного рода. Во второй половине 17 века С высочайшего повеления Петра I Льву Кирилловичу Нарышкину Были отданы огромные земельные вочины На территории Тамбовской губернии, Это нынешний Шацкий район. Но судьба этой усадьбы связана С праправнуком Льва Кирилловича Эммануилом Нарышкиным. Эммануил Дмитриевич Нарышкин Оберкоммергер Крупный землевладелец и благотворитель Единственный сын гуфмейстера Дмитрия Нарышкина И знаменитой красавицы пульки Марии Четверкинской Фаворитки императора Александра I Происхождение Эммануила Дмитриевича вызывает у историков много вопросов. Хотя в родословных росписях он числится законным сыном Дмитрия Нарышкина, современники считали его отпрыском императора Александра. По другой версии его отцом мог быть князь Григорий Гагарин. Им Мария Антоновна была увлечена в 1813 году. Эта связь привела к опале и отставке князя и послужила причиной разрыва Нарышкиной с императором. Обсуждая петербургские новости, одна из современниц писала. Не воображай, чтобы я не знала о рождении Эммануила. Тебе, конечно, известно, что по-гречески имя это значит «богом дарованный». Какая дерзость и бесстыдство называть этим именем незаконных детей. Вот до чего мы дожили. Как бы то ни было, после рождения сына Мария Нарышкина уезжает с детьми за границу, где Эммануил и получил прекрасное образование. Вернувшись в Россию, его отдали в военное какое-то учебное заведение, где он учился, кстати, вместе с Лермонтовым и Мартыновым. И как вспоминал Мартынов, Лермонтов относился к Нарышкину как-то очень предвзято, так постоянно его дергал, значит, притеснял, нужно сказать. Постоянно тыкал его тем, что тот плохо знал. Ну, не то, что плохо знал, но с акцентом говорил по-русски, поскольку он вырос за границей. Вот, но, в принципе, отзывались о нем очень хорошо. Такой воспитанный, скромный, молодой человек, без всяких фоноберий и так далее. Не будем углубляться в подробности военной и гражданской службы Эммануила. Скажем лишь, что он был человеком умным, добрым и, по всей видимости, не тщеславным. По данным некоторых исторических источников, эту удивительную усадьбу со стрельчатыми окнами и башней он построил в 1871 году. Тогда же он основал здесь четыре завода с целью обеспечить освобожденных крестьян работой. А его супруга вот в этой пристройке, соединенной с основным домом галереи, основала мастерскую для девушек. Местные окрестные девушки приходили и занимались рукоделем. Откали ковры и вышивали кружевую. И потом вот эти все изделия возились на выставки кусарных изделий в Санкт-Петербург, в Нижний Новгород. И даже вот такие отмечены были эти изделия. Нарышкиным посвящен один из разделов музея Вышинского монастыря. Здесь можно увидеть сохранившуюся фамильную икону небесных покровителей Читы Нарышкиных. Изображения членов семьи, которые, кстати, активно занимались благотворительностью и помогали монастырю. Но вернемся к усадьбе. Конечно, сейчас сложно представить, как этот комплекс выглядел пару веков назад. Однако, по данным некоторых исторических источников, здесь располагались оранжереи, в которых выращивались экзотические фрукты. А парк украшали беседки и фонтаны. По-видимому, все так и было. Раз сюда в 1886 году приехали члены императорской семьи. Они приехали к Нарышкиным осенью на крестовосдвижение, когда празднуется этот праздник. И жили у них несколько дней. И посещали Вышинскую обитель. Архимандрит Аркадий здесь их встречал, показывал все. Подарил им на память копию с казанской иконы Божьей Матери Вышинской. А, конечно же, царские особы знали о том, что здесь на покой находится святитель Феофан. И у них было такое желание повидаться, с ним встретиться. Но он, святитель Феофан, не изменил своему затвору и не сделал исключения даже для царских особы. Если монастыри по сей день посещают люди из разных стран мира, то сюда мало кто заезжает. А усадьба без людей медленно разрушается. А жаль, вместе с ней плеют страницы нашей истории. Ну что ж, наше путешествие получилось увлекательным, но немного экстремальным. Работа под дождем в окружении совсем недружелюбных комаров не входила в наши планы. Но самое главное, съемки состоялись. Ну а теперь нам пора отправляться домой. Мы увидимся с вами в июне в нашем проекте «О чем молчит время». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»